Меня разочаровали эти новогодние дни. В Москве настолько вялая поножовщина. Совершенно, ну вот, вот сказалось, тягостность года и праздника вообще не чувствуется. Ну, впрочем, в Питере тоже. И понятно, что страшный 2020, он высосал последние силы, очень устало нажираются, очень тоскливо замерзают в сугробах, формально бьют друг другу морды, уныло и без всякого удовольствия насилуют. То есть вот этот вот такой тусклый криминальный пейзаж, немножко там в Питере, ну что, ну у нас оживился этот пейзаж тем, что у Троицкого собора карета, параконный экипаж XVIII века расфигачил Kia Optima автомобиль, но при этом разрушился сам. Естественным образом, кучер летел метров тридцать и воцерковился об стену Троицкого собора. Но самое неприятное было, что граф и пассажиры этой кареты как раз за секунду перед столкновением решили из горла попробовать коньячку. В общем, бутылки им вбило по самой донышке. И когда они вылезли молча, не матерясь из разбитой кареты, гаишники, которые все это наблюдали, было на их глазах, они решили, что точно английские шпионы, потому что не могут люди молчать в такой ситуации. И когда они показали донца бутылок между зубами, тут гаишников, то, что называется, немножко отпустили. Этого недостаточно, конечно, для новогодних радостей, но тем не менее, вот такое было. И все, и больше. Тем не менее, им лучшего. Да, да. И вот еще из новогоднего, только вот в Новосибирске обнаружен обезглавленный труп, пока не выяснилось, где его билет из Петербурга в Новосибирск. И ищут, да, вот в основном ищут билет. Вообще, вот нормальный проводник питерского состава поезда, он, конечно, никогда не откажется посадить обезглавленного пассажира. Его это абсолютно не смутит и никакого сильного впечатления не произведет. Ворчать будут только работники вагона ресторана, потому что вот такие пассажиры, которые не могут жевать, для них, конечно, самое неприятное. И, как ты знаешь, Елизавета, в Питере Новый год был как бы омрачен и ознаменован бунтом рестораторов. Этот бунт в очередной раз прославил Питер на всю страну. И этот бунт сегодня мы можем зафиксировать уже абсолютно закончен. Он был забавен. Чертились карты сопротивления, на которых каждую минуту зажигался какой-то новый ресторан, который, вопреки городским властям, решил, что он будет, будет все равно функционировать в новогоднюю ночь. Организовывались тайные штабы, конспиративные квартиры. И, более того, я скажу, что дерзкие трактирщики на своих сходках обещали на вилки поднять вице-губернаторов, которые пытаются этому препятствовать. Но закончилось все, разумеется, как всегда. То есть, танцем покорности и трактирщики свою карту сопротивления съели сырой. Они самые важные дни, конечно, проиграли, пытаются отыгрываться сейчас. Но в Питере то, что называется, есть еще Оливье в Пороховницах. А это ритуальная вещь. И особенно, кстати говоря, в Питере. И, вспоминая про Оливье, я сегодня, готовя к выпуску, я вспомнил, что это же еще на моей памяти. Если ты помнишь историю питерского расчленительства, историю расчлененграда, да, была вот одной из самых славных страниц в историю питерского расчленительства. Писала такая Тамара Митрофановна Сампсонова. Это было, по-моему, в 2015 году. Вообще, она была лингвист, работник гостиницы «Европейская». Очень эффектная женщина, кружева, манера. Она вела дневник на немецком языке. И вот она всегда приманивала жертв на Оливье. И даже соседку, с которой она находилась в жутких контрах и в лютой ненависти, она отравила, якобы забыв на кухне пластиковую коробочку с Оливье. В эту коробочку Тамара Митрофановна носовала таблеток, вот просто всех, какие только можно было, от феназепама до корвалола и слабительного. Слушай, ну а чем еще лингвист может отравить соседку по коммунальной квартире? Но это почему-то сработало. И соседка, она набросилась, она хрустела таблетками, в салате плакала, но ела. А Тамара Митрофановна потом очень долго вынимала из ее окоченевших рук ложку и коробочку. Вынимала исключительно для того, чтобы запах Оливье не отвлекал бы ее процесс расчленения. То есть, можем сделать вывод, что Оливье всесильно, если оно верно. Это будет абсолютно правильным выводом. И бесили в Питере, как я понимаю, публику бесили, конечно, не знаю, как у вас. Вот эти вот атомные, многосотенно-тысячные фейерверки. И утешались обычные петербуржцы только тем, что в этой очередной россыпи небесных огней обязательно присутствовали чьи-то пальцы, уши, носы. Их традиционно отрывало любителям салютов и уносило в веселое новогоднее небо. Это, конечно, немножко примеряло со всем этим разгулом. У ковида была, мы понимаем, что пара тяжелых дней, когда его лишили еды. Но вот сейчас снова все восстановилось. Работают рестораны, снова гудят в церквях. И снова в барах ведутся пьяные разговоры, которые великолепно передают ковид. Поэзия тоже замечательно это делает. То есть ничто не мешает его нормальному распространению. И, кстати, это тоже такие уже жесткая цифирь. За праздничные так называемые дни только с начала нового года РПЦ потеряла еще шесть крупных заметных попов. И общий счет в войне РПЦ с ковидом 188,0. Вот так выглядит самопожертвование. Да, но понимаешь, ведь эти герои с кадилами, верные приказу, они ложатся слоями, но не прекращают битву за старушачьи рублики. И не прекратят по своей воле, не считаясь ни с какими потерями в живой силе и технике. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!